Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я, Святослав Савенков, приветствую вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками нашего района. Вместе с ними и с вами мы пытаемся разобраться с наиболее актуальными и важными проблемами и вопросами Одинцовского района. Сегодня мы поговорим о работе одной из комиссий общественной палаты, которой скоро исполнится один год. Если у вас имеются какие-либо вопросы, наш телефон 508-86-84. Звоните, задавайте вопросы в прямом эфире. Постараемся вместе во всем разобраться. А сегодня в наших гостях Елена Викторовна Грибкова, председатель комиссии по культуре, спорту и туризму, о которой мы как раз-таки сегодня поговорим. Здравствуйте, Елена Викторовна. Добрый вечер. А также Дмитрий Вячеславович Гавердовский, эксперт-консультант данной комиссии. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю, что вы сегодня к нам приехали. Ну что же, скоро, уже, если я не ошибаюсь, 12 июля наша общественная палата отмечает один год нового созыва, отмечает один год своего функционирования. Елена Викторовна, ваша комиссия занимается одними из наиболее актуальных действительно вопросов, таких очень важных, спорт, культура, туризм. Все это никогда не было чуждо Одинцовскому району. Ну, расскажите, как у вас этот год прошел, что получилось, что нет. Да, первый год, конечно, самый трудный, да, в работе. Мы познакомились, и у нас сложился такой очень активный коллектив в комиссии по культуре, спорту и туризму. Комиссия у нас активная, инициативная, очень деятельная, а самое главное, она работающая. Вот. Общественники у нас принимают активное участие в жизни общественной палаты нашей, а также в жизни всего Одинцовского района. Я довольна своей комиссией, не устаю их хвалить на каждом заседании общественной палаты, горжусь даже ими. Хочется сказать, Сятослав, что за последнее время в нашу комиссию добавилось несколько новых людей. К нам из комиссии по экологии перешла Степченкова Евгения Владимировна, она член общественной палаты, и к нам пришли два консультанта-эксперта. Это Игорь Вадимович Самсонов и Алексей Егорович Тимохин. Хочется пожелать новичкам плодотворной работы, новых инициатив, и чтобы они также активно включались в работу нашей комиссии. А сколько, Елена Викторовна, у вас получается всего сейчас членов, сколько экспертов-консультантов? Так, получается у нас четыре члена комиссии, а остальные у нас консультанты-эксперты. Всего 22 человека. Пока мы никого не исключали. Конечно, не все очень активны, но большинство из нашей комиссии очень активны и принимают участие во многих мероприятиях, во всех делах наших. Елена Викторовна, все-таки общественная палата – это орган общественного контроля, в том числе и власти, и, соответственно, вы постоянно сталкиваетесь с довольно сложными общественными проблемами и так далее. Все-таки, насколько сложно было этот год налаживать вот эти связи, устанавливать контакты с представителями власти, какими-то физическими лицами? И все-таки, вот что самое-самое сложное для вас в этот год было? Ну, сложно, конечно, было, да, Святослав, все это наладить, но у нас сейчас уже работа идет по накатанной. Вот, много обращений к нам в комиссию поступило. За год поступило 23 обращения от граждан. Конечно, обращения, самое главное нашей работы – это реагировать на обращения людей, потому что мы, как бы, глаз народа, да, чтобы власть услышала проблемы людей, мы, как бы, активизируем свою работу в этом направлении. Обращения совершенно разные. Есть обращения, которые мы решаем по телефону методом, как консультации, а есть обращения очень сложные, которые требуют изучения, ну и долго не решаются. Вот сегодня в передаче мы хотели рассказать немножко, что у нас вот получилось, а какие дела у нас, как бы, еще в работе. Давайте мы действительно поговорим о тех вопросах, над которыми вы сейчас работаете. А сперва такой вот вопрос. Получается, 29, если я не ошибаюсь, да, обращений в течение года? 23. 23, именно в вашу комиссию 23 обращения. А сколько вот из них сейчас все еще в разработке, сколько удалось решить? Да, где-то 10 обращений мы решили положительно. Остальные обращения у нас идут в разработке и, может быть, вот в ближайшее время решаться. Потому что мы все равно, даже если что-то сразу не получается, мы возвращаемся, мы все равно людей не оставляем. То есть стараемся помочь им в ситуации. А сколько, получается, если такую статистику можно привести, в среднем, да, занимает решение вопроса вот именно вашей комиссии? Ну, я говорила, что какие-то вопросы мы быстро решаем. Потому что вот обращаются к нам жители, например, был такой вопрос, куда пойти с ребенком отдохнуть у нас в Одинцовском районе. Нет, мы быстро проконсультируем. А есть такие вопросы, которые требуют сложного изучения. Об этом мы сегодня в передаче тоже поговорим с вами. Вот из последних обращений, что нам удалось быстро, очень оперативно решить, к нам в комиссию поступило обращение от самодеятельного коллектива хора русской песни «Калина». Обращение было от 22 человек. То есть этот коллектив состоит из медицинских работников, педагогических и пенсионеров города Одинцова. Руководит этим коллективом заслуженный работник культуры Ерохина Наталья Владимировна. И вот коллектив обратился к нам с просьбой помочь найти им дом культуры, чтобы принял их коллектив, чтобы было место им где заниматься. А, извините, «Калина», она вообще в каком жанре работает, какие песни исполняет? Ну, это коллектив русской народной песни. Русской народной песни. И, насколько мне известно, в районе коллектив довольно известный. Я, собственно, предлагаю, уважаемые телезрители, прямо сейчас посмотреть фрагмент любительской записи выступления данного коллектива, который произошел совсем недавно. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну что же, вот такое занятное творчество у нас в районе также присутствует. Коллектив «Калина», о котором мы поговорим сразу после того, как примем звоночек в нашу студию. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, такой вопрос. Мы жители улицы Чикина. Мы, вот, обслуживала у нас компания жилищного коммунального хозяйства «Трансэвстрой». Потом произошли какие-то события, и с мая месяца мы не можем оплатить коммунальные услуги. А, простите, с чем это связано? В смысле, не можете? Потому что в газете нашей «Одинцовской» ни в одной, и ни один раз было сказано, что компания эта не имеет лицензии. И она не вправе представлять нам свои квитанции на оплату. Мы должны получить единую по всей Московской области образцы публиковали квитанцию, но до сих пор мы не получили. Уже два месяца с лишним мы не можем оплатить коммунальные услуги. Да, действительно, я понимаю, о чем вы смотрите. Это, к сожалению, не тема именно сегодняшнего нашего эфира. Так что сейчас мы развернуто не сможем о ней поговорить. Тем не менее, лично я с данной ситуацией знаком. Насколько мне известно, действительно имеется проблема, или, по крайней мере, имелась ранее у «Трансэншстроя» с лицензированием. Но я думаю, что комиссия по ЖКХ общественной палаты сможет вас проконсультировать по данному вопросу. Мы передадим ваш телефон представителям данной комиссии. И они, как только смогут, с вами свяжутся и выяснили данный вопрос. Вы знаете, это не только я. Это не только я. Это все мы маемся и не знаем, как нам оплатить коммунальные услуги. Действительно, да, ситуация мне известна. И когда они нам пришлют единую квитанцию. Передаем ваши данные. Только не забудьте представиться и передаем ваш телефон. Я уже сказала, девочки, все свои картины. Всего доброго. Иногда ждите, спасибо за звонок, ждите тогда звоночка от общественной палаты, от комиссии по ЖКХ. Ну что же, давайте перейдем, вернемся вернее к нашему вопросу. Коллектив «Колина» посмотрели, как выступают данные дамы. Ну, все-таки, что за проблемы у них? Почему обратились к вам? Более 20 лет назад этот коллектив русского хора занимался в культурно-спортивном центре «Мечта». И финансировался компанией «Трансинжстрой», о которой сейчас договорили. В настоящее время «Трансинжстрой» отказал коллективу финансирование с 1 июля. Из-за того, что в этом коллективе не осталось работников этой компании. И вторая ситуация из-за сложной экономической ситуации. Мы изучили проблему и пообщались с инициативной группой хора и с художественным руководителем Натальей Владимировной. И выяснили, что они хотят именно, чтобы Дом культуры находился в городе Одинцово. Многие там проживают, им далеко ездить, например, куда-то в Одинцовский район. Солисты хора, да? Да, солисты хора. Также я разговаривала с председателем профсоюзной организации этой компании «Трансинжстрой». И они объяснили, что действительно они не могут поддерживать этот коллектив. И тоже просили нас помочь найти им какой-то Дом культуры или приютить их. А коллектив этот, он вообще чем знаменит? Я так понимаю, 20 лет работы означает, что они являются завсегдатами каких-либо конкурсов, фестивалей. Ну да, они участвуют во многих мероприятиях Одинцовского района. Вот последний раз я видела, они в Захарово выступали на Пушкинском празднике. То есть выступает коллектив. Мы очень быстро и оперативно подготовили официальное письмо и направили в администрацию городского поселения Одинцово. И вы знаете, мы очень быстро получили ответ. Вот засчитаю. «В настоящее время прорабатывается вопрос о включении самодеятельного коллектива хора русской песни «Колина» в состав муниципального бюджетного учреждения культуры Одинцовский центр народного творчества и методической работы». Директор Ватрунина Ирина Евгеньевна. Мы связались с художественным руководителем хора Наталье Владимировне. Все ей рассказали, она нас порадовала, что ей недавно ее оповестили, что Одинцовский центр народного творчества их принимает. Она очень счастлива, благодарила нас. Мы очень рады, что смогли помочь такому коллективу очень оперативно, быстро и желаем им больших творческих успехов. Ну и, конечно, мы администрации городской нашей, Одинцовской, хотели бы выразить благодарность за четкость, внимание и оперативное решение этого вопроса. И, получается, с какого месяца они будут уже переданы под крыло данного центра? Я думаю, вот их возьмут и они уже будут репетировать. То есть прямо в ближайшее время? Да, в ближайшее время, я думаю, на улице они не останутся. То есть фактически была проблема не только с выплатой каких-то там премий самим солистам? Да, самая главная проблема была, где заниматься, где репетировать данному коллективу. Поэтому вот мы так совместно с администрацией города смогли очень быстро, оперативно решить этот вопрос. Мы очень-очень рады. И мы сейчас продолжим эту тему после того, как примем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вопрос Елене Викторовне. Вопрос у меня еще характера. Уважаемые ведущие, уважаемые гости, меня зовут Иван Иванович. Я города Одинцова. У меня такой вопрос. В 2010 году был ледяной дождь. В 2011 году под высоковольтой линией, которая возле леса, как раз гору 16 напротив моих окон, спилили лес. Спилили, складировали, лежал он, лежал этот лес, никто его не вывез. Это большой объем леса, спиленного леса вот было. Потом копали в прошлом году трошей под водопровод. Этот лес сдвинул бульдозер к лесу. И так все валяется. Вот не дай бог, кто-нибудь подожжет, это будет пожар. Вот этот массив сгорит. С этим вопросом, я честно говоря, два раза к Иванову обращался. Он сказал, это безобразие. И на этом все закончилось. Гусеву обращался. Ничего. Вот я обращаюсь к вам. Какая улица? Адрес такой. Улица Говорова 16, за стоянкой восточную. Как раз вот здесь нужно, как начало улицы Говорова, и передикулярно к лесу. И стоянка тут в торец. Вот там вся панорама видна. Иван Иванович, спасибо за данный звонок. Еще есть вопрос. Сейчас вы его сдадите. Главное, что очень хорошо, что вы точечно указали это место. Я думаю, опять же, не комиссия по спорту, но и комиссия по экологии, я думаю, проведет рейс. Там женщины мне звонили, просили, говорят, я им все указал. Смотрели, ну, не двигается. Все как было, так осталось. Хорошо, мы передадим этот вопрос, Иван Иванович. Вот еще вопрос. У нас, я смотрю по Одинцово, много уже едет на велосипеде. Но нет у нас четвертого микрорайона, где вот можно было на велосипедной дорожке сделать. А как раз там вот залез, это можно сделать проезд велосипедным дорожком. И у нас нет зоны отдыха, вы понимаете, все находится там в центре. А мы тут оторваны. Согласитесь со мною. Действительно, Елена Викторовна, это прямо-таки ваш адрес. Ну, я попал сегодня прямо к вам. Спасибо, Иван Иванович. Хорошо, Иван Иванович. Мы все записали. Думаю, вот сейчас мы об этом даже поговорим. Все-таки что у нас, Елена Викторовна, по поводу действительно... Четвертого микрорайона. Да, и велодорожек. Вот обращались с радчиком по этому вопросу. Нет, вы знаете, первое обращение, Савтослав, мы этот вопрос приняли. Рассмотрим, съездим, посмотрим обязательно, в каком состоянии там зоны отдыха находятся для людей. Детские площадки, спортивные площадки. Обязательно все посмотрим и свяжемся с Иваном Ивановичем. Встретимся. Ну, по крайней мере, хорошо, что уже обозначили этот вопрос. Да, да, спасибо большое. Рассмотрим, Иван Иванович беспокоит, я думаю, найдется еще немало людей, которые также на эту тему обращают внимание. Ну, я, например, тоже на велосипеде покататься люблю. Для меня это Лазутинская трасса, в первую очередь, если мы об Одинцово говорим. Но, в общем-то, по городу действительно хотелось бы, да, потому что круги нарезаете в одном и том же месте. Хорошо, мы это записали, учтем, будем выходить с инициативой в администрацию Одинцовского района. Ну, если все-таки действительно про спорт еще поговорить, про культуру ясно. Вы нередко у нас бываете, понимаете культурные вопросы. Что все-таки со спортом, как спортивные вопросы ваша комиссия решает? Спортивных обращений к нам тоже достаточно поступает в комиссию. Вот последнее обращение, мы о нем хотели бы рассказать, было очень массовое. Это к нам обратилась молодежь из села Жаворонки, сельское поселение Жаворонковское. Подписались, обращение подписали аж 100 человек, около 100 человек. Это по поводу закрытия атлетического клуба «Энергия», который работал долгие годы. Они к нам и письменно обратились, и несколько раз звонили на телевидение. Поэтому этот вопрос мы тоже вот хотим осветить. Вот Дмитрий Вячеславович у нас как ответственный по этому вопросу. Дмитрий Вячеславович, вы у нас сегодня так скромно сидите. Но, насколько я помню, спортивная тема – это вообще ваш конек. Вы консультант по большей части именно по спорту. Что же все-таки, что там происходит? Ну, 20 лет назад был открыт этот клуб, еще в доперестроечное время. И вот все, значит, это был такой спортзал в одном из домов на улице 30-летия. На улице 30-летия октября местная молодежь организовала спортзал атлетический. И 20 лет они прекрасно занимались. И вот год назад этот зал по жалобе одного из жильцов закрыли. И, естественно, они начали обратиться в местную администрацию, но им отказали. То есть, вот сейчас год, как зал не работает, 9 июня мы туда выезжали, провели собрание. Пригласили Проскурина Алексея Валерьевича, это заместителя главы по спорту. Зашли туда, в этот подвал, посмотрели. Конечно, состояние удручающее. Это вы имеете в виду то время, пока ребята не могли туда зайти? Да, то есть оно абсолютно пришло в негодность, этот зал. Это вода, это протекающие трубы, это грунтовые воды, плесень, грибок. И, естественно, все тренажеры и снаряды, они заржавели. И, естественно, заниматься сейчас там невозможно. Ну и ребята хотят, чтобы администрация их услышала, пошла на встречу. И, наверное, нашла им какое-то еще другое помещение, ну, по возможности. Вот такое желание. Мы сейчас послушаем, насколько у вас получается пока с этим вопросом разбираться, после того, как еще один звоночек примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я думаю, вот в данный момент мы вам вряд ли сможем на эту тему подсказать. Комиссия, которая данными вопросами занимается, с точки зрения законодательной и так далее, в ближайшие пару дней, я думаю, с этим вопросом разберутся и с вами свяжутся. Это вопрос тишины. Просто как бы закон-то есть после 11-ти, да? Да, что там нельзя как бы шуметь, музыку включать, а вот насчет езды автомобилей. Ну, представьте, когда цикл вот этот, когда он газует, и вот этот прямой вдоль головы 18-18, он на полную скорость принесет. Ну, и действительно, казалось бы, чем это лучше человека, который музыку включил. Так что мы передадим ваше обращение также в соответствующую комиссию, и с вами в ближайшие дни свяжутся. Спасибо за звонок. Дмитрий Вячеславович, давайте продолжим пока, значит, про данный спортивный объект. Понятно, ребята хотят, я так понимаю, получить новое по возможности место для занятий и так далее. Как общественная палата это оценивает? Какую-то альтернативу нужную. Ребятам, конечно, предоставить, потому что, ну, много очень народ занималось. Около ста человек туда ходило. Приезжали со всех регионов. Да, но в основном занимались местными жителями. То есть это очень удобно, потому что это все в шаговой доступности было. Поэтому они хотят, чтобы получить какое-то помещение именно вот там же. Вот вроде бы Проскурин Алексей, он что-то пообещал решить вопрос, но вот пока... Пока не решается. Пока ждем. А сколько уже этой всей эпопеи? Когда вы туда ездили с выездом? До 9 июня. Июня, месяц назад примерно. Месяц, да. Вот, завтра мы хотим пойти на прием в главе Жаворонок. Да, именно по этому вопросу, да. Может быть, что-то там она подскажет как-то. Ну, мы хотим совместно, да, чтобы общественная палата, чтобы сельское поселение Жаворонки помогли все-таки ребятам. Спортивных объектов больше рядом нет. И они занимались очень долго, и у них там организовался свой коллектив очень сплоченный. То есть они с удовольствием шли. Такая атмосфера была хорошая, как вот они рассказывают. Очень много проводили они тренировок. Бодибилдингом занимались, завоевывали награды в Одинцовском районе. То есть давали даже показатели какие-то у них были. Поэтому, конечно, мы этот вопрос не оставим безответно. Вот, мы завтра обязательно попадем в главе поселения, поговорим, чтобы совместными усилиями нам все-таки помочь ребятам, и чтобы они продолжали заниматься в клубе в своем. Вопрос, Дмитрий Вячеславович, по поводу инвентаря. Вы заметили, что он там уже есть прогнил, заржавел и так далее. Действительно, это ведь достаточно опасно, даже если отбросить там брезгливость, заниматься поврежденным инструментарием. Опасно, с учетом того, что зачастую люди там жмут достаточно большие веса и так далее. Есть ли какие-то либо вот к вам обращения сейчас по поводу того, чтобы с инвентарем так же как-то помогли, или ребят только хотя бы территория на данный момент беспокоит? Ну, ребят, ребята своими силами инвентарь придут в порядок. Они даже готовы помещение отремонтировать, если такое им предоставят, то есть своими силами. То есть они говорят, мы там заменим, ну что-то, отопление сделаем, водопровод, это они сами могут сделать. То есть они... Они просят только помещение, или сухое, хорошее помещение. Поэтому будем стремиться им помочь. А можно ли поподробнее, в связи с чем все-таки был закрыт данный объект? По жалобе одного из жильцов, который живет на первом этаже прямо над этим спортзалом. И естественно, там ребята после работы, они шумели, потому что железные там гантели, тренажеры и снаряды, они же, так сказать, когда их бросаешь, они... Конечно, конечно. Гремят. Гремят. И ему не понравилось, ну, только один человек пожаловался. Именно, пожалуй, одного из жильцов. То есть остальных не было от остальных жильцов. Можно предположить, что там еще и музыка играла, как в большинстве спортивных залов. Ну, наверное, может быть. Но все-таки, мне кажется, здесь вот как бы такая у них получилась конфлик какой-то между этим жильцом, именно этим и вот ребятами. Потому что остальных все устроено. Но, тем не менее, все-таки надо заметить, что действительно, даже если одному человеку мешают, то это надо принимать его внимание. Все-таки, примерно, есть ли какой-либо план действий по предоставлению территории, где это будет сделано помещение? Если это, опять же, будет жилой дом, то история может повториться и даже в более худшеме штаба. Ну, да, да, конечно. В другом, в подвале, это, я думаю, что вариант сомнительный будет. Даже если он будет сухой подвал. Опять же, будет шум и опять же, жильцам не понравится. Возможно, имеется вариант какого-либо изолирующего покрытия для стен, который... Ну, это как вариант можно предусмотреть, но как это будет, не будет ли опять шумно или... Ну, непонятно пока. Возможно, как раз-таки, вот встреча, которая у вас завтра будет проходить, будет ли на ней, кстати говоря, присутствовать члены именно инициативной группы или ребят? Да, да. Возможно, имеет смысл данный вопрос также обсудить, потому что даже если они действительно мешают всего лишь одному человеку, но это человек. Тоже это надо понимать, надо учиться. Ну, то есть, в любом случае, что, понимаете, решение вопроса, этого вопроса, ответ на эту жалобу, закрытие клуба, это не решение вопроса. То есть, нельзя по жалобе одного человека решать возможности заниматься спортом 100 человек. Понимаете, это же как бы не очень коронавирует. Я правильно понимаю, что 20 лет, вы сказали, ребята занимались, то есть, фактически там просто несколько поколений спортсменов. Получил все это долго, и никто никому не... все было нормально. Сейчас дети уже занимают. Уже дети, наверное, тех ребят, которые там пришли в 14-летнем возрасте, уже своих детей, наверное, туда скоро поведут. Да. Причем там не только даже молодежь, а там люди в разных возрастах ходят. Касательно как раз-таки уже опытных спортсменов вопрос такой, а что там вот с тренерским составом? Любопытно, кто организовывал данные мероприятия, кто как-то там помогал, советовал? Или это исключительно чистый энтузиазм, и особо там такого какого-то надзора старшего товарища не было? Ну, у них есть там Михаил, я его с фамилией просто... Кузин, Кузин Михаил, он старший. Вот он там, у них старший, и ну вообще там все участвуют, конечно, да, участвовали в организации. Все помогают, все участвуют, но он как бы там старший, вот в основном он решает какие-то спорные вопросы. Ну что же, понятная ситуация. Значит, завтра у вас фактически будет первая встреча на высоком уровне, да, где вы сможете данный вопрос обсудить. Да, обязательно, не упустим эту возможность. Да, мы планируем. Какие-то вот пока что прогнозы есть по времени, когда станет понятно, что вопрос затянется или будет решен уже однозначно? Вы знаете, мы постараемся решить его побыстрее. Потому что ребята уже ждут, уже год прошел, как клуб закрыт, и все хотят, все ждут, вот вся молодежь в Жаворонках, именно вот с этой улицы, кто посещал этот клуб «Энергия» атлетический, все ждут с нетерпением открытия этого клуба. Вот так вот ребята настроены очень так сильно, да, чтобы вопрос решился положительный. Ну что же, у нас, в общем-то, есть еще немного времени, Елена Викторовна, давайте кратенько еще какой-нибудь один вопросик рассмотрим. Культура, спорт, туризм, на ваш выбор. Ну, я хотела бы сказать о тех обращениях, которые у нас совсем как бы тяжело решаются. Это, ну мы активно все равно стараемся решить эти вопросы. Это касается жителей, которые живут в городках, которые еще находятся в ведомстве Министерства обороны Российской Федерации, не переданную муниципальную собственность. К нам тоже поступило несколько обращений разного плана, но по спортивной тематике. Вот к нам обратилась инициативная группа «Скубинки-2», это военный городок, с просьбой помочь им спасти гарнизонный клуб офицеров, где проходят все спортивные мероприятия, занимается 120 детишек там разными видами спорта. То есть на грани разрушения. И когда мы туда приехали с... Здание вы имеете в плохом состоянии? Которые там работают. Они и моют, и красят, и убирают, и ремонтируют. Отключили им теплоснабжение. Из-за протечки крыши пришел в негодность актовый зал. То есть актовый зал уже не спасти, его надо полностью переделывать. Еле спасли спортивный зал. А я прошу прощения, спортивные вот данные тренеры и так далее, да? Они члены какого-то именно частного коммерческого спортивного клуба или в чьей подосчетности они находятся? Нет, с самого начала в этом гарнизонном клубе офицеров, когда еще там находился Министерство обороны, всем этим руководило, то есть все проходили мероприятия в этом гарнизонном клубе офицеров. И культурные, и спортивные, и общественные, все. И, конечно, городок был оазисом красоты и чистоты. А мы сейчас продолжим данную тему, упрямо еще один звоночек. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу строительства ФОКа на Можайском 6-й, 9-й. Когда будет он уже сдан? Будет ли возможность детям заниматься в секциях и кружках? И какие, если можно сейчас назвать, любые спорты там будут представлены? Прошу прощения, еще разок не расслышала. Какой объект вас интересует? Можайское шоссе, 109. А что там за здание? Там строительство ФОКа. Так, я вас понял, хорошо. Ну, Елена Викторовна, вот сейчас готовы вы примерно прокомментировать эту ситуацию? Ну, сейчас я не готова ответить, но обязательно свяжемся и все расскажем. Но еще строительство продолжается, я знаю этого спортивного сооружения. Я знаю, что там будет много очень спортивных разных секций. И я думаю, что дети, пожалуйста, пусть принимают активное участие. Не могу сказать по строительству, когда, но, Дмитрий, вы не слышали, когда заканчивается строительство. Пока в данный момент не можем. Ну, в любом случае, я так понимаю, это ваша комиссия. Да, это наша комиссия. Мы обязательно все это выясним. Так, мы прямо вам передадим. Да, передадите, пожалуйста. Спасибо за звонок. Ну, будем надеяться, что в ближайшее время вас комиссия по спорту проконсультирует на эту тему. И давайте закончим, да, по Кубинке-2. Да, мы встречались с главой городского поселения Кубинки, с Драдовским Павлом Станиславовичем. Тоже обсуждался вопрос состояния этого гарнизонного клуба офицеров, чтобы как-то помочь людям. Он нам сказал, что администрация не возражает против того, чтобы принять этот городок в муниципальную собственность, что они писали очень много обращений в Министерство обороны, но положительного ответа до сих пор не получено. Поэтому он говорит, давайте объединим наши усилия, может быть, мы вместе с вами сможем продвинуть. Чтобы количество уже перешло в качество, но рано или поздно. Мы отправляли письмо с ходатайством Министерства обороны через Общественную палату Московской области. Мы думали, что быстро этот вопрос решится, продвинется на более высокий уровень. Но, вы знаете, прошло уже три месяца, мы ответ до сих пор не получили из Общественной палаты Московской области. Поэтому сейчас наше действие, мы подготовим письмо уже напрямую в Министерство обороны Российской Федерации. Конечно же, узнаем о судьбе нашего письма, который где-то в Общественной палате остался. И будем вместе решать тогда с городским поселением Кубинка. Ну, а мы тогда будем за данным вопросом следить. Я надеюсь, что через несколько месяцев уже сможем также вас сюда пригласить и обсудить, как наконец-то этот вопрос разрешился. Спасибо. Уважаемые зрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о первом годе работы комиссии по туризму, спорте и культуре нашего района, Общественной палаты нашего района. Если у вас имеются какие-либо вопросы, вы можете звонить нам в течение недели, телефон 508-86-84 или же воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте Общественной палаты. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю.